Если вы уже начали говорить о празднике, так я как раз имею что-то сказать о празднике. Я не из Одессы, но я имею что сказать. Их есть у меня пару слов. Одесситы всех стран, не прибедняйтесь. Так вот, сегодня всеамериканский праздник, День независимости. Как я Людмиле уже сказал, мне прислали картинку британской королевы с такой озлобленной физиономией, говорит, День предателя. И у нас это день, который отмечает независимость Америки как государства. И Ребе, Любавичский Ребе, говорил об этом дне, и он говорил об Америке, об основании Америки, совершенно в ином ключе, чем сегодня в западном мире принято говорить. Ребе напоминал, что Америка как страна появилась не для того, чтобы мы здесь имели мировую биржу, и не для того, чтобы мы строили в Манхэттене небоскребы, и не для того, чтобы мы себе покупали все самые дорогие вещи. Сегодня в Америке говорят об American dream, американская мечта, это купить дом, хороший дом, машину и так далее. Это все замечательно, я за то, чтобы все люди покупали себе и дома, и машины, и все самое дорогое, что они только могут себе позволить. Но Ребе напоминал, что это совсем не то, для чего Америка была основана. Америка была основана теми, кто приехали сюда из Голландии, которая сейчас называется Нидерландами. И это были люди, которые искали религиозную среду. В Голландии тех лет была эпоха плюрализма, полной свободы, религиозных притеснений в Голландии не было. Но чего в Голландии не хватало, это общество, которое было бы построено на религиозных основах, и, соответственно, люди, которые жили там, хотели иметь свою собственную маленькую общину, где они бы исповедовали свою религию, они бы никого не трогали, но чтобы их не трогали тоже. И они не хотели, чтобы перед их глазами маячили, или чтобы их заставляли что-то делать не то. Они хотели жить, как они живут. И это были первые пионеры, которые приехали сюда в Америку, в пилограммс. И потом Америка была основана именно на религиозной свободе. Америка была основана как религиозная страна. Теперь, мы, религиозные люди, настолько толерантны, что мы даже принимаем людей, которые не верят ни в какую религию. И это замечательно. Но эти люди, которые не верят ни в какую религию, должны понимать, что мы принимаем их как нерелигиозных людей. Только потому, что у нас есть религия, которая нас подталкивает это делать. Потому что, как вы знаете из истории, ни одна страна, которая была основана на светской идеологии, не была терпимой. И, то есть, сегодня в Европе есть целый ряд стран, жители которых в своем большинстве, может быть, даже считают себя атеистами, нерелигиозными и так далее. Но эти страны все равно основаны на культуре, которая была пропитана двумя тысячелетиями религий. И поэтому эти люди могут говорить, что у них сейчас не следует никакой религии, но у них все равно религиозная культура. И мы видим, что чем дальше эти страны в Западной Европе уходят от этих религиозных ценностей, тем меньше там свободы для людей. Америка – это свободная страна только из-за ее религиозной основы и другие религиозные страны. Некоторые религиозные страны имеют много свобод, некоторые религиозные страны имеют мало свобод. Все светские страны имеют мало свобод. И поэтому Ребе напоминал, что мы сегодня можем свободно жить в этой стране только из-за ее религиозной основы. Так что поэтому вот у нас здесь есть. Немного вина, давай скажем, лыхаем. Ребе, вы же вина, что это такое? Мне только... Держите слово. Это мне дальше, я хочу. Я держу и слово, и бутылку. Чуть-чуть, хватит, хватит. Подвинь стаканчик, вот я жду. Да, я вам туда бутылку поставлю, и вы уже это самое. Остальное с горла. Валер, свободно. Это на запись. Где-то еще. И мы видим, что религиозные страны сегодня на самом деле действительно более свободны. И эта идея независимости от Великобритании, которая была провозглашена в этот день, 4 июля, в США, тоже подчеркивает именно это, потому что в Декларации независимости упоминается, что права человека нам даны от Бога. И в этом есть очень большая разница между, например, основами Великобритании, от которой Америка освободилась в 1776 году, 4 июля. В законах Великобритании, может быть, знаете, у них их законы был король Джон, против которого вас стало его знать, и он был вынужден сделать законы, которые ограничивали бы его власть, и Великобритания оперировала на основе этих законов с 13 века. И в этих законах написано, что царь дает людям права, и пишется, какие права царь дает людям. Да, но только есть одна проблема, что все, что царь дает, царь может забрать. Все, что царь дает, он может изменить. И в этом Америка отличалась от Великобритании, потому что в Америке основополагающий документ утверждает, что права человека и свободы человека даны Богом, а государство просто охраняет то, что дано Богом. У государства техническая функция. Бог дал человеку жизнь, государство должно охранять эту жизнь. Бог дал человеку права на имущество, на имение собственности, Бог это дал, государство должно это охранять. Поэтому государство не имеет права это забирать. Поэтому самый безбожный штат это сегодня с Калифордией. Было сколько дней, было буря, дождь, а сегодня такая замечательная погода. Ну специально, чтобы мы могли праздновать. Поэтому сегодняшний день Рэбби это говорил не только для американских служителей. Рэбби технически жил в Америке, когда он об этом говорил. Рэбби говорил это для всех евреев, живущих во всех странах, и даже для неевреев, которые живут во всех странах. Потому что это то, что является основой столь многих свободных государств. Религиозная основа. И то, что преподают часто в классах по истории, что религиозная диктатура ограничивает права человека, а вот светская гарантирует свободу. Это звучит хорошо, но исторически это не удерживается. Не было ни одного атеистического государства, которое было бы свободным. Так вот, теперь... Пару последних примеров. Пару последних примеров Советский Союз и Германия. Да, нацистская Германия, совершенно верно, была страной, основанной на светских идеях. Окей? Ну, давайте скажем Лохай, и уже начнем, что мы были всегда свободны. Лохай? Ну, вообще, когда я вижу, как люди идут в разные синагоги, причем одни идут с одной стороны сюда, а с этой стороны идут в другую сторону. И вот такое вот движение, и они такие спокойные. Я вам скажу... Хорошо, красиво одеться. Я вам, кстати, скажу такую вещь. Вот моя сестра живет в городе Кливлен-Охайо. В городе Кливлен-Охайо там две еврейские общины, там два еврейских района. Один называется Кливлен-Охайц, другой называется Бичвуд. Она живет в более старом, который называется Кливлен-Охайц. И там у них интересная демография. Там у них все улочки, где люди живут, сугубо резидентские. Там только частные дома. Все синагоги, которые в этом районе, только на одной улице. Скажем так. Кстати говоря, за одним исключением. Любавческая синагога – это единственное исключение. Но все остальные синагоги только на одной улице Тейлороуд, которая посредине там у них идет. Поэтому, как здесь паркайц, совершенно верно. Но здесь есть синагоги, которые не на паркайц тоже. А там только на Тейлороуд. Все синагоги только на Тейлороуд. Поэтому там, если ты идешь к Тейлороуду, ты знаешь, что идешь в синагогу. Если идешь от Тейлороуд, ты знаешь, что ты идешь из синагоги. И мой, и муж моей сестры постоянно об этом шутит. Потому что в Любавческой синагоге Минин начинается в субботу в 10 утра. А в Кливенхайт живет много литовских евреев. И у них есть специальные обычаи, молиться, как можно раньше, даже в субботу. Я это никогда не понимал. Но здесь, в Балтиморе, тоже есть Минин в субботу. Как только встает солнце, называется Хашкама Минин или Васикин Минин. И это самые ранние Минин, когда только можно молиться, сразу молятся. Это в 6.30 утра, может быть, или в 7 утра. Так люди просыпаются в субботу в 5.30 утра, чтобы в 6.30 молиться. Или даже если молятся в 7. Когда они заканчивают молитву, они идут домой, уже после кидуша. И они встречают моего брата Хершела, мужа моей сестры, который идет в синагогу. Да, он идет в синагогу, а они идут из синагоги. И так как синагоги только на одной улице, то все хорошо понимают, куда он идет. Так что как раз... Я с тобой. Да, правильно, правильно, правильно. Мы тоже понимаем, когда мы... Правильно, по второму уроку. Когда мы иногда гуляем, мы тоже понимаем, потому что там Сефарская. Там есть люди, которые живут за парк Хайс. И они идут... Вот эта синагога, которая идет вот там... Ну, которая близко возле Шапарь бывшей, новая. Они идут туда, потому что вот эта улочка, она идет прямо туда, они выходят. Эти идут там... Гураль, что ли? Не, не, это рядом Шапарь, это Рабайт Тайхман. Огол Моше. Это, вы должны понимать, Людмила уже всех отследила. Окей, давайте, давайте заниматься... Давайте поговорим хоть немножко о недельной главе Торы. И недельная глава Торы, это глава Пинхас. В самом конце прошлой недельной главы говорилось о том, как евреев пытались соблазнить. Был официальный проект, компания народа Моав, которые решили справиться с еврейским вопросом. Вы знаете, что еврейский вопрос стоял на повестке дня еще с тех пор. Им нужно было решить еврейский вопрос. Но они понимали, что им это просто так не удается, потому что столько наций, столько народов пытались уже атаковать евреев, и все безуспешно. Они понимали, видите, сегодня люди неверующие, глупые, они, видя, что евреев пытались уничтожить уже столько веков, столько тысячелетий, все еще не смогли это сделать. И эти Гитлеры, и остальные, и Хмельницкие, кто угодно, они думают, что вот наши предки, которые намного могучее нас и сильнее нас, это не смогли сделать, а вот мы сможем уничтожить евреев. Но тогда маамитяне, они были умнее. Они понимали, что, смотрите, все пытаются уничтожить евреев, и ни у кого не получается. Значит, в этом что-то есть. Должна быть этого причина. И поэтому они поняли, что у евреев есть крыша. Сверху. Да. Они спрашивают, а папин и родственники. Да, совершенно верно. У евреев есть крыша. И евреям кто-то помогает сверху. Там у них Карлсон, который живет на крыше. Карлсон, я не имею в виду Такур Карлсон. И у них Карлсон, который живет на крыше, у них кто-то, кто им сверху помогает. И они стали наводить справки, кто же им сверху помогает. И они услышали о Боге, о Едином Боге, который дал евреям Тору. И они теперь должны слушаться Его. И они должны исполнять законы Торы. Так мы обитяне сразу хотят узнать. Фу, секундочку. Так что же этот Бог им сказал? И они узнают, что одна из вещей, в отношении которых Бог очень строго относится к людям, это половые отношения, интимная жизнь. И они сказали, секундочку, это легко исправить. Запросто. Да, мы пошлем дам легкого поведения в стан евреев. И мы позаботимся о том, чтобы еврейские парни начали сразу нарушать основные законы, которые Бог хочет, чтобы те соблюдали. И, к сожалению, мавитяне оказались, таки да, мавитяне оказались умнее, чем все остальные, все остальные народы, которые пытались таковать евреев. И мы знаем, что неприличное поведение среди еврейских мальчиков стало уже очень популярным. У них оказался свой собственный Голливуд и селебри, звезды, которым все поклоняются, которые были первые в рядах самого аморального поведения, как и сегодня в Америке. То есть они осуществили этот проект? Да, они осуществили этот проект. Женщины с пониженной социальной ответственностью были посланы в еврейский стан. Один вопрос. У меня там не было, я деталей мало знаю, извините. Извините. Детали я могу сам написать. Я могу додумать. Я попросил в этом. Нет, скажите, а для евреев вообще женщина другой национальности, которая не еврейка, является женщиной, они ее воспринимают как жей. Потому что есть какие-то такие мнения, я потом скажу почему. Вопреки тому, что вы можете услышать сегодня в американской масс-мидии, женщина это биологическое понятие. Это мы понимаем. Это мы понимаем. Но смена есть измена. Конечно. Неважно. Теперь, теперь, когда Тора запрещает половые отношения с любой женщиной, которая не является твоей женой. Валера, если вы надеялись на что-то иное, я вас должен огорчить. Нет, 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 наоборот. Я вас должен огорчить. Я хотел утвердить, что все классно. Да, да. Теперь я. Теперь. Теперь. Думаю, я всю жизнь опять же так и... Окей. Так вот, мы... Сплю и сплю. А здесь, оказывается, можно по-другому. А что, так можно было? Мы теперь видим, как Пинхас уже это ближе к главе Пинхас в самом конце прошлой главы, когда евреи, еврейские мальчики начинают не только нарушать законы Торы, касающиеся интимных отношений, а делают это публично, то в этот момент был человек по фамилии Пинхас, который был внуком Аарона, первого священника, и он, увидев все это, подходит к Моисею и говорит, нам нужно что-то по-другому поводу делать. Моисей говорит, а что ты предлагаешь? Пинхас говорит, я, конечно же, парафразирую то, что написано в пяти книжах, Пинхас говорит ему, сказано, что если ты видишь, как люди публично нарушают эти законы Торы, в тот момент, когда они их нарушают, ты имеешь право взять правосудие в свои руки и убить этих людей. Причем в Торе есть такое понятие халаха вен молим ка. Это означает, что это халаха, это закон, но это закон, который не подается огласке. Иными словами, есть вещи, которые ты имеешь право делать, но если к тебе приходит человек и говорит, можно это делать или нельзя, ты ему не должен говорить, что это можно делать. Иными словами, знающие люди сами должны знать, что можно, но публичные объявления об этом делать нельзя. И это именно потому, что эти законы могут быть злоупотреблены. Поэтому люди, которые изучали эти законы как подобает в Ешиве, как подобается, и они понимают весь контекст, и все детали, и все нюансы этих законов, они имеют право эти законы применять. Но отдельно взятый этот закон не полагается подавать оглашение. и закон о том, что человек имеет право взять правосудие в свои руки именно в этой категории. В этом случае. В свое здоровье, то он имеет право взять правосудие в свои руки. Он не только может, но и обязан убить того, кто на него нападает и пытается его убить. Но это закон, который подает согласки. Это широко известный закон. Но когда мы говорим о ситуации, в которой кто-то нарушает интимные законы жизни, и при этом мы видим, что это происходит, и мы стоим беспомощные, просто наблюдаем за этим зрелищем, то Тора говорит, мы имеем право взять закон во свои руки. Но это закон, который не подает согласки. И Пинхас, будучи грамотным евреем, знал об этом законе. И он приходит к Моисею, и он говорит, да, но есть же такой закон. И Моисей вспомнил об этом и сказал, таки да. В этом у нас прямое доказательство, что Моисей был из Одессы. Моисей говорит ему, таки да, но Моисей сказал ему другой известный закон, известное правило, в Торе сказано, это цитата из Талмуда, тот, кто читает письмо, должен исполнить то, что в нем написано. Иными словами, если человек вдруг просыпается с какой-то идеей, и он приходит к тебе и говорит, у меня есть замечательная идея, давай сделаем то-то-то, кто это должен делать, что ты ему скажешь, это правильно, я согласен, что кто-то это должен сделать, и вот ты будешь тем, кто это будет делать. Почему? Потому что эта идея стукла на тебе в голову. И Пинхас поэтому услышал от Моисея, что Моисей с ним соглашается, но Моисей говорит, что он должен сам это исправить, он сам должен это исполнить. И тогда Пинхас идет, и он убивает этих людей, которые были в момент их интимных отношений, он их прямо там убивает. И сказано, что для Пинхаса это было великой опасностью, потому что, как мы знаем, человек, который был в процессе интимных связей с этой женщиной, был одним из видных еврейских лидеров. И за ним шло много последователей, он был популярный, на Инстаграме у него были миллионы последователей и подписчиков. подписчиков, да. На Твиттере были, да, правильно, на Твиттере у него было много последователей, а на Инстаграме было много подписчиков. И на Твиттере у него даже был блудчак, за который он платил 8 долларов и исправно платил. 8 на Твиттере и еще 8 налево. И поэтому в нашей уже недельной главе сегодня говорится, что Бог благодарен Пинхасу за то, что он сделал. и мы видим, что Пинхас рисковал своей жизнью. Пинхас мог быть за это убитым, потому что все те, кто поддерживали этих именитых евреев, которые занимались подобными вещами, были готовы растяжать Пинхаса. Его спасло только чудо. Пинхас жертвовал жизнью, когда он шел на это. Но он был готов это сделать ради Бога, ради Торы. Это было еще в пустыне? Это еще в пустыне, конечно, было еще в пустыне. Вопрос можно? Да. То, что написано, мы понимаем, мы читаем и воспринимаем это как данные, как условия задачи. А где, а как вообще, если это было в жизни, если вот сегодня? Как мы знаем, что Пинхаса намерия были именно такие? А как мы знаем, что, допустим, у Пинхаса не было других вактивов? Вопрос очень хороший. И он воспользовался этим, нашел луп-кол, через который он может... Вопрос очень хороший. И поэтому, когда мы читаем главу Пинхас, то девизом всей главы Пинхас должна быть фраза «Don't try it at home». Не пытайтесь это сами делать. Когда у нас фокусники приходят, когда у нас фокусники приходят делать там всякие трюки с огнями, с пилой, с тем, с другим, они всегда перед этим говорят детям «Не пробуйте это сами дома». Окей? Потому что я это умею делать, а вы нет. Так вот, Пинхас это умел делать, а мы нет. Когда мы говорим о мотивации Пинхаса, то действительно у нас не было бы и не может быть никаких внутренних знаний, никакой внутренней информации о его мыслях и намерениях. И единственное, откуда мы знаем о его мыслях и намерениях, это от Бога в Торе. И Бог наверняка знал его мысли и намерения. Если бы его мысли и намерения были бы иными, если бы он бы совершал то, что он сделал из шкурных интересов, то наверняка ответ свыше был бы тоже другой. И ответ был таким, какой он был только из-за того, что именно Пинхас это делал во имя Всевышнего. И Пинхас был спасен чудесным образом только потому, что у него были стопроцентно чистые намерения. Но это правда, мы не можем это знать и мы не могли бы это знать, если бы в Торе это не было сказано. Но тогда не убивают. Подожди, но это но но тогда давайте тогда, грубо говоря, таких миллион было потом в истории разных вариантов, например, охота за ведьмами, как их здесь ловили, они себе на тебя брали, что они там против Бога и они их сжигали, топили и так далее. или многие-многие вещи. новидцев как и инквизиция. Но есть новидцев так же, как и очевидцев во все века сжигали люди на кострах. Окей, значит, смотрите. Пинхан же убил, он вас публично видел. А там сжигали на кострах что? Нет, там он увидел на улице, они делали это публично. Вопрос в том, когда евреев сжигали, убивали инквизиция, они тоже публично выглядели как евреи. И поэтому их убивали, потому что это было с разрешением Бога. Господа, дайте, дайте дайте мне сказать пару слов здесь. Хоть немного, чуть-чуть. Я долго не буду. Я долго не буду. Окей. в Торе есть очень ограниченное количество случаев и ситуаций, в которых мне дозволено совершать самосуд. И в этих ситуациях мне это можно сделать. В ситуациях с ведьмами и в ситуации с ясновидцами Тора мне не разрешает совершать самосуд. то есть в иудаизме есть закон. По этим законам мы должны, если у нас есть какие-то претензии, кому-то обращаться в еврейский суд. Суд, еврейский суд имеет право вынести приговор любой, если он сделает по законам Торы, включая смертный приговор, Тор верит в смертную казнь. Вы у меня спрашиваете, как же закон не убивай? Это хороший вопрос, но такой же вопрос можно задать в отношении суда, который приговаривает кого-то к смертной казни. в Торе сказано не убивай, это правда, в Торе сказано не убивай, но если человек виноват, то в определенных ситуациях по Торе мы обязаны предать его смерти. Дело в том, что есть очень узкая категория ситуаций, в которых мы имеем право предать человека смерти даже без суда. В частности, самозащита, которую мы упомянули до этого, это одна из них. Та ситуация, которая описывается здесь в отношении Пинхаса, это тоже одна из этих немногих ситуаций, но она еще более уникальна, потому что в отношении самозащиты, как мы сказали, это официально объявленный и широко известный закон, а в отношении того, что делал Пинхас, это правда, что это закон, но он не объявляется во все услышание, именно из-за того, что люди могут, не зная всех его нюансов, неправильно его использовать. Поэтому, когда Пинхас совершил этот акт героический, то Бог его потом не только поощрил, но и наградил, и вот это вот интересная вещь, мы знаем, что Пинхас был внуком первосвященника Аарона, все дети и внуки первосвященника Аарона были Коганим священниками, за исключением самого Пинхаса. Пинхас родился до того, как Аарона назначили первосвященником, и в словах Бога, когда Бог говорил о родословной Аарону, сказано твои дети и внуки, которые у тебя родятся в будущем. А Пинхас в это время уже родился, он был старшим внуком, единственным внуком, который в это время уже родился. И поэтому Пинхас был единственным из всей своей семьи, который не был священником, не был Коином. Его младшие братья были Коином, его младшие казаны были Коином, его отец был Коином, а он был никто. Да, Леви он был, правильно, но он явно ощущал себя человеком, оставшимся неуделом. И сказано, что его это очень удручало, ему было очень обидно, и он просил у Бога, чтобы тот все-таки позволил ему стать Коином, но ответа не было. Теперь, после того, что произошло здесь, Бог говорит, я теперь назначу Пинхаса тоже Коином, как и вся его семья, в награду ему. Но есть один нюанс. То, что Бог здесь назначает его Коином, на самом деле может быть очень странным. Почему? Потому что по закону Коин, который кого-то убил, даже если кого-то убил правомерно, не может уже быть Коином, он не может служить в храме, он не может выполнять никакие функции Коина. Да? Теперь, то есть мы говорим, даже когда Коин это сделал по праву, у него была самозащита. По всем законам Тори он сделал правильный вечный. Если он кого-то убил, он не может исполнять функции Коина. Так вот, теперь у нас следующая картина. Пинхас хочет быть Коином. У него есть надежда, что может быть Бог еще как-нибудь смелеститься над ним, изменит свою позицию, сжалится, ответит на его молитвы, может быть он как-нибудь заслужит это каким-то образом, он на это надеется. Но когда Пинхас восстает против этого аморального поведения и убивает тех, кто вели себя недостойным образом, он понимает, что он делает правильную вещь, но ему это будет стоить. Он уже Коином быть никогда не сможет, потому что Коин, который убил, не может быть Коином. На удивление всем, и я уверен даже, что на удивление самого Пинхасу, Бог говорит, теперь в заслугу того, что он сделал, он будет Коином. Секундочку. Как это может быть? Коин, который убил кого-то, даже если он правомерно кого-то убил, не может быть Коином. В чем ответ? Он уже не был Коином, когда он убивал. Правильно. Он уже не был Коином, потому что Валера правильно мыслит. Еврей, который на момент своего убийства был Коином, не может быть Коином, когда он это уже сделал, но Пинхас Коином не был. Это техническая деталь, из-за которой Коин, Пинхас может быть теперь Коином. Так вот, теперь мы видим интересную вещь. Пинхас был исключен из своего Коинства из-за технической детали, техникалери, как вы сказали, и он был потом восстановлен как Коин, ему было присвоено звание Коина, тоже из-за техникалери, тоже технической детали, но основная идея в том, что мы здесь видим, что Пинхас был готов ради того, чтобы сделать то, что он знал от него хуже Бог пожертвует своей мечтой жизни. И вы знаете, что? И Бог именно в заслугу этого дал ему его мечту жизни. Давайте тогда говорим.